11 декабря в России отмечают День памяти погибших в вооруженных конфликтах. История России, к сожалению, богата войнами, и новейший период не исключение. В честь солдат погибших при исполнении воинского долга в художественном музее открылась фотовыставка. А сегодня у стендов кадеты встречались с героями афганской войны. Война для любого человека – потрясение. Даже военные ищут любые способы сохранить хотя бы частично душевное равновесие. Нередко именно на войне люди становились поэтами, писателями или музыкантами. Такие таланты есть и в Чувашии. По возвращению из Афганистана Анатолий Ефимов, известный больше под псевдонимом «Хмыд», решил посвятить жизнь творчеству. Им уже написаны поэмы, баллады, романы и даже пьеса, поставленная на сцене Чувашского драмтеатра. Именно в афганской войне, будучи в горах, лежа среди камней, глядя на луну, честно говоря, я себе говорил, как бы выйти из этой дыры, я обязательно посвящу свою жизнь к этим событиям. И именно с этой мечтой я вернулся, приехал точнее сюда, в Чебоксары. Именно с этой мечтой я поступил в учебное заведение ЧГО, закончил ее, и моя мечта исполнилась сейчас. Талант музыканта открыл во время страшных событий в Афганистане еще один участник войны. Он порадовал гостей игрой на гитаре, ведь именно музыка помогала хотя бы мысленно очутиться в стенах родного дома. Символично, что местом встречи выбрали выставку «Забытая война». Авторы представлены экспозиции, неизвестные фотографы Первой мировой, запечатлевшие жизнь духовщинского полка. Уникальная выставка тем, что каждая фотография закрывает нам образ жестокой войны. Благодаря этой выставке я могу сказать, что мы проникаемся духом войны, понимаем больше. Просто в данный момент культурное наследие очень маленькое. Именно благодаря данным выставкам мы одухотворяем себя. Благодаря таким мероприятиям мы, конечно же, помним обо всем произошедшем, о героизме, о наших героях. Благодаря кому у нас сейчас мирны, мы живем в мире и спокойствии.